Продолжение следует... Однажды мы уже проделали этот путь с целью ощутить масштабы, понять устройства этого мира. Теперь наша цель — его энергетика. Попробуем найти ключ к пониманию процессов невидимых и неощущаемых, которые можно представить себе лишь с помощью компьютера. Наша Вселенная — все окружающее нас, и мы сами — проявление жизни этого мира. Изучая его, можно заглянуть в будущее энергетики человечества. С помощью магического кристалла алмаза начнем путь вглубь материи. Сначала увидим общую картину кристаллической решетки. Затем компьютер покажет ее крупнее. Это уже молекула алмаза, которой хорошо видна электронная структура. Из периодической таблицы Менделеева выберем объект на атомном уровне. Пусть это будет 102-й элемент — набелий. Этот клубок электронов — модель атома Набелия. А это его компьютерное изображение. Сейчас мы пролетаем сквозь его электронные оболочки. Напомним, что каждый электрон — это замкнутый в кольцо луч из электромагнитных волн. Там впереди ядро. Оно на пять порядков меньше атома. Ядро, в свою очередь, состоит из протонов и нейтронов. Это кольцевые и спиральные образования из электромагнитных волн, движущихся со световой скоростью. Обратим внимание, вещества в привычном нам виде нет. Нет молекул, атомов, их соединений и взаимодействий. Позади и обычная, и химическая, и ядерная энергетика. Здесь кубики изображают движение волн невидимой среды, внутренняя энергия которой на много порядков превышает электромагнитную, определяемую формулой Эйнштейна Е равно МЦ квадрат. Траектория волн в среде может быть спиральной, как в элементах атомных ядер. Кольцевой, как в электронах. Прямой, как в частицах света. Волны радиодиапазона распространяются во все стороны. Но что же такое эти волны? Из чего они состоят? Чтобы увидеть их строение, необходимо увеличить масштаб изображения на 19 порядков. Там цель нашего путешествия. Наномир. Снова бесконечный ряд циклических волновых процессов. Скорость и вращение элементов в миллион раз превосходят скорость света. Частота зависит от энергии процесса. Мы пришли к выводу, что в сверхмалых масштабах, в наномире, в среде называемой эфиром, имеется упорядоченная структура наподобие кристаллической. Она заполняет видимую часть Вселенной и весьма активно. Каждый кольцевой элемент обладает внутренней энергией вращения и внешней энергией колебаний. Вся структура наномира, эфира, обладает огромной внутренней энергией, внешним проявлением которой являются электромагнитные колебания ее элементов. Компьютер позволяет представить электромагнитные колебания отдельного элемента эфира. Поперечные деформации множества элементов эфира приводят к возникновению электромагнитных волн. Если распространение их идет в разные стороны, то это радиоволны. Если волны сфокусировались в луч, это фотон или гамма-квант. Если фотон или гамма-квант замыкаются в кольцо, то это электрон. Если траектория не кольцевая, а спиральная, то возникает элемент атомного ядра. Если никакой деформации нет, волны идут параллельно. Изменение концентрации элементов эфира приводит к искривлению фронта волны. Она поворачивает туда, где скорость меньше. Если это лучи, то есть фотоны, их траектории тоже искривляются. Если это электрон, возникает гравитационный дрейф. Все эти процессы — причина гравитации. Повторяемость элементов эфира определяет повторяемость происходящих в нем электромагнитных процессов. Именно она образует всеобщие закономерности, определяющие законы классической физики для нашего мира. Что касается энергии наномира, то она превышает ядерную в немыслимое число раз — 10 в 74 степени. Вращательное движение элементов эфира можно преобразовать в колебательное и далее в электрический ток. Подобно тому, как скрытая энергия пара превращается в движение паровоза. Нужно только сделать паровоз для наномира, который заставил бы требезжать его элементы. В случае удачи — это принципиально новый источник энергии, создающий электрический ток высокой частоты буквально из любой точки пространства. Проводник специальной формы направляет колебания элементов эфира вдоль своей поверхности, заставляя их дребезжать. Важно, чтобы этот дребезг не затухал. Для этого проводник должен их сохранить. Такой проводник называют резонатором. Колебания сохраняются, если потери на излучение будут не более 0,01%. В фильме, особенно компьютером, возможно все. Но в реальности все значительно сложнее. Чтобы добиться резонанса, необходима высочайшая точность изготовления резонатора. Исключительная чистота материалов, разработка и внедрение новых технологий. Ясное понимание организации материи на субатомном уровне. Ну и, конечно же, финансирование реализации идеи. Это радиотехническая лаборатория. Здесь проверяют наличие резонансных свойств различных систем. В нашем случае это так называемый трезубец Нептуна. Подключаем заземляющую шину и генератор сигнала передатчика. Электромагнитным щупом снимаем отраженный сигнал. Сигнал зависит от положения щупа. Максимальное напряжение возникает на остриях проводников. Возбудить резонатор непросто. Но прибор фиксирует наличие резонанса. Эта решетка состоит из нескольких крестообразных резонаторов. Чем меньше радиоволна она излучает, тем лучше ее резонансные свойства. Отсюда очень высокие требования к качеству поверхности и симметрии конструкции. Попробуем измерить потери... Продолжение следует... Продолжение следует...